МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пробовались многие, но голосом советского разведчика Штирлица стал Иосиф Кобзон. Песни в исполнении народного артиста знала без преувеличения вся страна, а их в его репертуаре более трех тысяч. Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне, вспомни обо мне, вспомни обо мне. Пусть случайно кроется даже, вспомни обо мне. Слова Роберта Рождественского музыка Арно Бабаджаняна с последним Иосифа Кобзона связывало больше, чем просто творческое сотрудничество, настоящая дружба. Мы были великолепными друзьями, и всегда, когда даже проводили разные мероприятия в разных уголках бывшего Советского Союза, Иосиф Дович говорил, приезжал, участвовал, говорил президенту фонда, сыну Бабаджаняна, Арайку Арноевичу, говорит, Арайка, если даже будет концерт, посвященный папе твоему на Луне, я туда тоже долечу. В Успенском участники клуба «Активное долголетие» из Шаховской, Одинцовские, Дети войны, общественники. Концертная программа, выставка, фильм и затем пешеходная экскурсия. После фильма у нас будет небольшая экскурсия здесь, далее, вот вы видите, у нас уже накрытие, будет чай питье и, конечно же, концерт. Но потом мы продолжим уже пешую экскурсию на улице. Этот маршрут у долголетов один из самых популярных, хотя ему около полугода. За это время его посетили туристы из 30 муниципалитетов региона. Экскурсии проходят еженедельно. Они о стране, которой больше нет, о жизни и творчестве, любимого многими исполнителя. Какой был Иосиф Давыдович Кобзон, патриот, гражданин, человек, который ходил первой в горячей точке. Это нужно не только старшему поколению, это нужно, конечно же, и молодежи. Зимой экскурсионную программу активного долголетия не поставят на паузу. Организаторы, наоборот, придумали новые маршруты. Ведь эта активность у участников клуба одна из самых популярных. Евгения Августяна, Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».